Гудят станки, шипят трубы, переговариваются рабочие. А ведь еще недавно в этих цехах стояла тишина, которую точно можно назвать зловещей. Предприятие простаивало, люди не получали зарплату. Из-за финансовых трудностей возникла угроза снабжения города теплом и электричеством. Ведь ответственная за это ТЭЦ относилась к заводу. Но после вмешательства краевых властей, лично губернатора Владимира Владимирова, здесь появился новый инвестор. Теперь тут шумит оборудование, а сотрудники без преувеличения на работу идут, как на праздник. Долгожданный запуск наш, и просто все в ожидании были, что когда запустят завод, 9 месяцев просто простояли. И сейчас есть хоть какая-то радость, что мы запустимся и будем полноценно работать, и полноценные зарплаты у нас будут. Народ вообще соскучился по работе, если честно. К работе относятся сейчас наиболее... Ну любит народ завод. Это еще не полноценное производство. На полную мощность оно выйдет в ноябре. Сейчас в цехах идут пусконаладочные работы. После месяцев простоя проверяют оборудование. Идет закупка сырья. Уровень готовности 80%. Раньше тут выпускали минеральные удобрения закрытого грунта. Спрос на них в крае намного превышает нынешние мощности завода. А это до 15 тысяч тонн продукции ежемесячно. Так что инвесторы планируют расширяться и наладить выпуск неорганических химикатов. Конечно же мы будем расширяться. Это будет расширение и направленное на увеличение производства удобрений, элигатур, которые уже присутствуют на заводе последние 10 лет. Мы также смотрим ряд комплементарных проектов в области неорганической химии, в том числе с использованием новых технологий. И конечно же будем заботиться и об экологических последствиях, чтобы это никаким образом не нанесло вред окружающей среде в регионе. Сколько здесь получается? 12, 13, до 15 микрорентген. Это фоновая мощность дозы здесь такая. Ну то есть это естественный природный фон. Дозиметр в руках Ларисы Суриной, замдиректора завода по безопасности, совсем не лишний. Это место называется хвостохранилище. Речь разумеется не о хвостах животных. Так называются отходы полезных ископаемых, в том числе токсичных. Конкретно в этом месте 37 лет утилизировали урановые отходы. Это тоже территория завода. А фосфогипс, что остается от производства удобрений, позволит полностью обезопасить полигон. Мы его отрекультивируем до состояния так называемой зеленой лужайки. То есть здесь все будет выровнено, засеяно газонной травой и будем играть в поло. В штатном режиме проходит энерго- и теплоснабжение города. А то пятирный сезон уже стартовал и проходит без сбоев. Что касается долгов южной энергетической компании перед газовиками, то уже разработана конкретная схема реструктуризации. Уже это пять лет. Значит, с первым платежом 20 миллионов рублей он уже сделан, кстати, в адрес «Газпрома». Уже есть подтверждение с двух сторон. И мы надеемся, что хозяйствующие субъекты в максимально короткие сроки придут уже к юридически обязывающему соглашению, подпишут документы и пройдем мы осенне-зимний период без всяких сложностей. Сложностей с деньгами нет теперь у семи сотен сотрудников предприятия. Все долги по зарплате перед ними выплачены в полном объеме. Речь идет о сумме в 55 миллионов рублей. Новое руководство гарантирует. В дальнейшем все работники будут получать вознаграждение за труд без задержек.